Привет, я продюсер игры Тенчу-4. Мы находимся на специальной пресс-конференции, организованной в рамках Tokyo Game Show. Сегодня я вас познакомлю с первым уровнем нашей игры. Мы выбираем сюжет, задание, и наше приключение начинается. Поехали. Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Умоляю! Заткните, иди за мной! Папа! Мама! Помогите, пожалуйста! Тебе самой не смешно? Звать на помощь людей, которые тебя продали, чтобы расплатиться с долгами. Никто тебе не поможет. Пошла! Шевели ногами! Помогите, кто-нибудь! Умоляю, кто-нибудь! Надо что-то делать. Как видите, начало игрового сюжета достаточно банально. Но чем дальше мы продвигаемся по игре, тем интереснее становятся события. Но в начале действительно все довольно заурядно. Рикки Мару отзывается на крик о помощи. Вы, конечно же, заметили, что графика новой игры сильно отличается от предыдущих игр серии Тенчу. Студия Квая уделяет огромное внимание технологии захвата движений, и мы всегда стараемся создавать реалистичные декорации и игровые анимации. Мы попытались воссоздать неповторимую традиционную атмосферу феодальной Японии. При этом нам хотелось отойти от стиля аниме и внести в нашу игру как можно больше реализма. К этому охраннику легко подобраться сзади, и нажав кнопку «А», я могу совершить хисатсу, а попросту говоря, завалить его. При этом у меня большой выбор способов атаки. Повернув контроллер влево, мой герой атакует слева. Контроллер вправо, атака справа. Мы могли свернуть ему шею или сделать с ним еще что-нибудь. Все зависит от движения контроллером в ВИИ. Наша боевая система отличается широким разнообразием. Заглянув за угол, я заметил там охранника. Мы создали оригинальную систему контроллеров, чтобы сделать игру удобной именно для управления контроллером ВИИ. Если двинуть контроллером влево или вправо, то герой совершает короткий рывок. Это ускоряет его продвижение по игровому миру. А если герой находится рядом с укрытием, то движением контроллера в правильном направлении я могу отправить его прямо в это укрытие. Таким образом можно продвигаться к охраннику короткими бросками незаметно для него и, подобравшись к нему, расправиться с ним из тени. Еще одна новинка в Tenchu 4 — это использование света и тени. Можно гасить фонари и факелы разными способами и затемнять таким образом окружение. Когда герой находится в тени, противники его не видят. Вот смотрите, впереди стоит охранник, и если бы я находился в освещенном месте, он бы меня наверняка заметил. Но я продвигаюсь в тени, и он ничего не видит. И вот неожиданно я набрасываюсь на него. Прости меня, друг. Продолжаем движение. Как только пройден определенный этап, на экране появляется игровой счет. Это позволяет узнать, насколько успешна ваша игра, и это создает стимул для улучшения результатов, чтобы в конце каждого уровня получить более высокий рейтинг. Давайте вернемся к нашей теме света и тьмы. Впереди горит фонарь, и его нужно погасить, чтобы охранники не увидели Рикимару. Пока герой находится в темноте, они ничего не видят. Можно осмотреться и перелезть через стену. Рикимару очень опытный боец. Встретившись сразу с несколькими противниками, он может уложить их одной молниеносной серией ударов. Вот он снова занялся своим ремеслом. Бедняги даже не поняли, что произошло. Если несколько противников собрались в одном месте, можно подкрасться с удобной стороны и раскидать их буквально как мальчишек. Еще одна новинка в Тенчу-4 — это возможность использовать предметы разными способами. Возвращаясь опять к теме света и тени, можно погасить этот факел, залив его водой из этой емкости. Как только огонь потух, можно под прикрытием тени подобраться к охраннику. И еще чуть-чуть, и он бы меня заметил. Прости меня, друг.